Волошина Ирина Павловна Здравствуйте! На отделении вокально-хорового исполнительства я преподаю полтора года в нашей школе. Но я хочу начать с развития хорового искусства в России. Хоровое исполнительство в России имеет очень давнюю историю. Еще в Древней Руси песни, разнообразные по содержанию и музыкально-фоэтическим образом, исполнялись хором. До начала письменной нодной фиксации хоровая культура в России развивалась как устная традиция. Но и после появления письменной записи народная устная традиция оказалась чрезвычайно устойчивой. Хоровая культура в России была неразрывно связана с церковью. С принятием с конца X века христианства как государственной религии начала развиваться церковная музыка. Формы древнерусского церковного пения от значительной степени и сами его напевы, отличающиеся исключительно вокальностью, были заимствованы из Византии. Появление профессионального хорового пения на Руси связано с церковно-певческой традицией. Хоровое исполнительство активно развивается в период Московской Руси. К этому времени относятся первые государственные мероприятия, связанные с профессионализацией певческого дела. Во второй половине XV века создается первый русский профессиональный хор. Это хор государевых певчердьяков. От них ведет свое начало старейший русский хор, государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, которая существует и поныне. Наряду с хором государевых певчердьяков с конца XVI века существовал хор патриарших певчердьяков. Это предшественник Московского синодального хора, который в 1918 году прекратил свое существование. Эти первые профессиональные хоры принимали участие и в церковных службах, и в увеселениях царя. Позже, наряду с хоровыми коллективами, существовавшими на средства государства, это Петербургская капелла, Московский синодальный хор, хоры оперных театров, появляется большое количество частных хоров, содержавшихся любителями хорового пения, меценатами из дворян. Это крепостная хоровая капелла графа Шереметьева, возглавляемая выдающимися русскими хоровыми дирижерами Дегтярем и Маламакином. Капелла князя Горицына. К концу XIX века количество частных хоров значительно возросло. Возникают хоры в различных учнях учебных учреждениях. Это хор бесплатной музыкальной школы в Петербурге. Создание бесплатных классов хорового пения в Москве и в Петербурге. Хора при чистинских рабочих курсах в Москве. Наряду с этими хорами во второй половине XIX века в России появляются народные профессиональные хоры. Организатором и руководителем первого профессионального народного хора был крестьянин Ярославской губернии Иван Юстракович Молчанов. Важным событием в хоровой культуре явилось создание в 1878 году Русского хорового общества. Русское хоровое общество – это объединение любителей хорового пения, существовавшее в Москве до 1915 года. Хор Русского хорового общества насчитывал до 150 человек. Он принимал участие в концертах Русского музыкального общества, а также давал несколько концертов ежегодно. Первым дирижером был Карл Кавлович Альбрехт. Это немецкий хоровод-дирижер, композитор, работавший в России. Преимущественное внимание в хоре Русского хорового общества уделялось пению акапелла и промокаде отечественной музыки. Исполнительскому росту русских хоровых коллективов в большей степени способствовало хоровое творчество русских композиторов. Появление первых записей народных песен в конце 18-го и начале 19-го века их хоровые обработки явились стимулом для развития стиля светского хорового творчества и исполнительства. Огромную роль в развитии русской хоровой культуры сыграли композиторы конца 18-го века – Бортняцкий и Березовский. Их творчество было насыщено мирским, народно-песенным, эмоциональным началом. Дальнейшее развитие культуры хорового исполнения связано с хоровым творчеством русских композиторов 19-го века – Михаила Ивановича Глинки, Николая Андреевича Римского-Корсакова, Мусоргского, Бородина. С именами многих русских музыкальных деятелей и хоровых дирижеров связаны прогрессивные мероприятия в области хорового образования и воспитания, проведения музыкально-просветительской работы. Например, Анхар Архангельский – один из первых ввел в 90-х годах 19-го века в церковные хоры женские голоса. До этого применялись мужские голоса и голоса мальчиков. В 1890 году Мельников, известный оперный певец и хормистер Бекер организовали в Петербурге бесплатные классы хорового пения. Хоровая культура продолжала свое развитие в 20-м веке. Создавались новые формы и виды хорового исполнения – ансамбли песни, среди которых выделялся краснознаменный ансамбль песен и пляски советской армии имени Александрова и народный профессиональный хоры, к которым относились хор имени Пятницкого, хор северной песни, сибирский хор. Важную роль в росте светской культуры играло хоровое творчество советских композиторов. Была также распространена хоровая самодеятельность, которая не уступала по уровню профессиональным коллективам. Активно развивалась детская хоровая и исполнительская культура. Это детские хоровые студии, зародившиеся в конце 1950-х годов. Среди них детская хоровая студия «Пионерия», создателем которой является композитор и хормистер Георгий Струбы. Большой детский хор в гостеле «Радио СССР», основанный хормистером Виктором Паковым в 1970-м году. В 1957-м году было учреждено Всероссийское хоровое общество. Оно просуществовало до 1987-го года, а в 2013-м году было вновь посоздано. Председателем общества был избран Валерий Гергев. Всероссийское хоровое общество занимается организацией конкурсов, всероссийских хоровых фестивалей, планирует другие мероприятия, связанные с хоровым пением. Общество планирует развивать хоровые училища и колледжи, популяризировать хоровое пение в школах. По инициативе Всероссийского хорового общества в 2014-м году был основан детский хор России, который состоит из тысячи детей со всех уголков страны. В 2015-м году губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил сформировать краевой тысячный хор. Руководителем пенного хора является Александр Георгиевич Островерхов. На протяжении многих лет известные педагоги-музыканты считают хоровое пение одной из основ детского музыкального воспитания. Когда мы обучались в музыкальной школе, хорового отделения не было. Хор был как учебный предпит на фортепианах, струнном, народном и других отделениях музыкальной школы. В 2012-м году Министерством культуры Российской Федерации был издан приказ о подтверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания структуре и условиям реализации дополнительной профессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства хоровое пение и срок обучения по этой программе. Эти требования являются обязательными к ее реализации детскими школами искусств. ВГТ учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и направлены на выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте, создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей, приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хорового пения, приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями, приобретение детьми опыта творческой деятельности, обладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и России, подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования в области музыкального искусства. ПГТ разработаны с учетом обеспечения преемственности программы хорового пения и образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства, сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства. ПГТ ориентированы на воспитание и развитие обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов, формирование обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей общения с духовными ценностями, формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности, воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности, формирование у одаренных детей комплекс сознаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой деятельности, в том числе коллективного музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе, уважительного в отношении к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха и неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата. Срок освоения программы «Хоровое пение» для детей, поступивших в детскую школу искусств 1 класс в возрасте 6 лет-6 месяцев до 9 лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы «Хоровое пение» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего общего образования, и планирующих поступления в образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования в области музыкального искусства, может быть увеличен на один год. Обучающиеся могут получить образование по индивидуальному учебному плану, в том числе в ускоренном режиме. В соответствии с учебным планом, программа «Хоровое пение» устанавливает планируемые результаты освоения следующих учебных предметов. В обязательной части хор, фортепиано, основы дирижирования, сарфиджио, слушание музыки, музыкальная литература. В вариативной части вокал, вокальный ансамбль, постановка голоса, дополнительный инструмент, элементарная теория музыки. «Хоровое отделение» в нашей школе было открыто в 2013 году и работа велась по общеразвивающим программам. Все это время мы накапливали опыт. И вот в 2018 году был первый набор по дополнительной профессиональной программе в области музыкального искусства «Хоровое пение» со сроком обучения 8 лет. На «Хоровое отделение» мы берем всех поступающих детей и со всеми ведем работу. По данной программе я веду учебный предмет «Хор», который входит в обязательную часть программы. «Хоровое исполнительство» — один из наиболее сложных и значимых видов музыкальной деятельности. «Хоровое пение» активизирует музыкальный слух, укрепляет память, формирует художественный вкус ребенка. Занятия «Хором» развивают у детей дух коллективизма, взаимопомощи, умение сопереживать за общий результат. Учебный предмет «Хор» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков в области «Хорового пения», на эстетическое воспитание, художественное образование и духовно-нравственное развитие ученика, на обладение детьми духовными и культурными ценностями. В этом году я дала этот предмет у первого класса «Хорового отделения». На занятиях мы используем различные репертуары русской народной песни, произведения композиторов классиков, современные детские песни. Ребята очень любят этот предмет, друг друга поддерживают, с удовольствием выступают на концертах и конкурсах. В этом году учащиеся выступали на школьных мероприятиях, как в составе хора, так и сольно. На общешкольном фестивале «Осенние берюрки», в районном фестивале «Конкурсе «Каляда», в школьном фестивале «От улыбки» станет «Семь теплей», в всероссийском конкурсе фестиваля «Таланты Юга России-2022» имени заслуженного работника культуры Российской Федерации Левченко. Также дети участвовали в региональном конкурсе исполнительского мастерства учащихся в детских музыкальных школах и детских школах искусства Рокольского края «Музыкальное предгорье». Также с детьми проведен открытый урок на тему «Начальный этап работы над двухголосием в младшем хоре», где ребята показали те навыки, которые освоили за год работы. Чистота интонирования, четкая дикция, работа над дыханием, умение строить фразы музыкальных произведений и самое важное — пение в ансамбле. Наряду с предметом хора в обязательную часть программы ходят предметы теоретической направленности, сарфетжи, слушания музыки, музыкальная литература, которые дают первичные теоретические знания, умение осуществлять анализ элементов музыкального языка, формируют навыки сарфетжирования, развивают эстетические взгляды, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. Очень важным учебным предметом является фортепиано, на котором у учащихся воспитывается интерес к восприятию музыкального искусства, самостоятельному музыкальному исполнительству. Благодаря этому предмету ребенок сможет сыграть хоровую партитуру, исполнить любимую песню, аккомпанируя себе самостоятельно. В нашей школе учащиеся занимаются по предметам вариативной части программы. Один из них — дополнительный инструмент-синтезатор. Занятие по этому учебному предмету помогает развить на более высоком уровне базовые навыки владения инструментов фортепиано, сто необходимыми любому исполнителю хоровой музыки и дополнить развитие гармонического слуха и интебрального восприятия. И в связи с тем, что многие родители приобретают для домашних занятий по предмету фортепиано малогабаритный и по многим причинам более привлекательный для детей младшего возраста инструмент-клавичный синтезатор, то и филию для изучения этот предмет. С 1 по 3 класс учащиеся занимаются по учебному предмету вокал, а с 4 по 8 классы вводится учебный предмет постановка голоса. Чем это обусловлено? Важно понимать, что в младшем школьном возрасте у детей еще не сформирован голосовой аппарат, и мы работаем в чадящем режиме. У всех детей разные музыкальные, а соответственно и вокальные данные. На этих учебных предметах можно работать с каждым ребенком индивидуально, выявляя его способности. Для каждого ребенка мы выбираем репертуар, который соответствует его певческому диапазону, работая над чистотой и тонированием, над дикцией, над певческим дыханием. В репертуар берем народные песни, произведения советских и современных композиторов. У учащихся появляется опыт сольных выступлений. А теперь вы просмотрите видеоматериал учащихся вокально-хорового отделения 1 класса и сравните разницу, с чего мы начинали и чего достигли в конце года. Тучи в небе кружатся, что не шаг, что не шаг, что не шаг, что не шаг до лужица. День осенних улицам, листовар на улице, Листовар, листовар на улице. Что-то на площадь принесет. Что-то на площадь принесет. Я плакеру первые за вперед. Я плакеру первые за вперед. Что-то на площадь принесет. Что-то на площадь принесет. Что-то на площадь принесет. Без понятия. Что-то на площадь принесет. Счезди, я плак États. Субтитры делал DimaTorzok 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 А еще он книжку новую порвал На страницах мышку с кошкой убитал И за стул за паренька не видать скота Он ведь очень маленький, маленький пока Он ведь очень маленький, маленький пока Я считаю, что данная программа соответствует уровню Учащийся отделения вокально-хорового исполнительства И подходит для работы в учреждениях дополнительного образования Дети, освоив эту программу, в будущем могут поступить в профессиональные образовательные учреждения, музыкальные училища, институты культуры, Подержи жестко-хоровые отделения, теоретические отделения, а также отделения сольного пения Спасибо за просмотр!